Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Хороший вопрос. Я даже думал о нем. И вы знаете, я понял, что я даже не могу себе представить, что ему можно сказать, потому что наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, что что бы я ему ни сказал, ничего в нем не переделает и ни к чему не приведет. Вообще. Ни пожелания, ни упрек, ни претензия, ни хвала. Вот совершенно. Почему вы им недовольны? Что вам больше всего не нравится? Два В. Вранье и воровство. Бесконечное. Которое в стране? Да. Вранье и воровство. Конкурс. А если бы у вас была возможность, не знаю, остаться один на один с нашим президентом? Зачем? Есть, вам это не нужно? Нет. Потому что я прекрасно себе представляю все его ответы на все мои вопросы. Серьезно? Конечно. А как вы думаете, что бы он ответил на вопрос о том... Почему? Почему все так? Да. Он бы ответил, что потому что, к сожалению, к большому, с нашим народом нельзя по-другому. И что когда я пришел к власти, я был другим человеком, я был наивен. И мне казалось, что все это можно изменить, какими формами. А потом я понял, что это болотно затягивает всех. И нельзя, к сожалению, в России ничего сделать, кроме как иметь твердую руку и опираться на простой народ. Ну, почему хотя бы не отпустить Пусси Райд? Почему хотя бы не возобновлять уголовные дела по сфабрикованным каким-то обстоятельствам? Почему продолжать репрессии? Что было на это он сказал? Ну, вот поверь мне, он бы нашел, что ответить. И к большому сожалению, ничего бы не изменилось. Он в этом смысле, как мне кажется, ужасно упертый. Он считает, что это все будет проявление его слабости. Это так и дворовые дела такие. Пацан стоять должен. Это плохо. Я считаю, что это плохо. А вы к нему как относитесь? Как я к нему могу относиться? Я его видел вот так на Растане, близком, два раза в жизни. Однажды мы сидели на концерте Пола Маккартни. И он мне рассказывал, как Маккартни водил по Кремлю, значит, лично с восхищением. А второй раз он мне что-то вручал. И то, и другой был давно. А третий раз, ну, когда в Питере, да, достопамятный диалог с Юлиановичем произошел. Вот и все. Но у вас какое-то отношение есть? Вы считаете, России такой нужен правитель? Это правильно? Вот та логика его мысли, которую вы высказываете, она правильная для нашей страны? Я не знаю, какой России нужен правитель. Вот честно тебе скажу. Мало того, а человек, который сейчас встанет на стол и скажет, я знаю, какой России нужен правитель, вызовет у меня большое недоверие. Знаешь, как у Гали, о чем он врет? Он не знает, как надо. Я не знаю. То есть, получается, что никто не знает? Получается, что вот у нас один, второй, третий, пятый, десятый, и что-то один хуже другого. Может, не в правителях дело? Ну, подождите, если... Мне говорила моя бывшая жена, если третий муж бьет по морде, значит, дело в морде. То есть, собственно, народ сам виноват в том, что происходит в нашей стране. Он заслуживает таких лидеров. Боюсь, что во многом это так. А чем заслуживает? Тем, что имеет. Ну, чем заслуживает в себе? Что в нем, что в русском народе такого? А мы с этого начали. Вот это, которое еще осталось в генах, запуганностью. Вот это не было бы хуже. Вот это. Ну, так и, слава богу. Тогда воровали, воровать и будем воровать тихонечко. Все воруют. И мы понемножку тянем. Вчера я услышала великого, великого мыслителя господина Путина. У меня внутри все закипело, и я не смогла не прийти, потому что такого, такого пустого, невежественного, бескультурного человека надо поискать в нашей стране. Да еще при том, что он захватил власть. Позор, стыд нам всем. Внутри вчера все закипело, я поэтому не могла не прийти. Поэтому я здесь. Я, наверное, буду дальше приходить, потому что выдержать это невозможно. О том, что вас задело немного высказывание Виктора Золотова. Оно меня не задело, оно меня возмутило, и оно меня оскорбило. Как мужчину, прежде всего. Во-вторых, как гражданин России. Вот и все. Я там на этом дожде пытался объяснить, но, по-моему, меня не очень поняли. Можете нам объяснить? Нет, нет, я все сказал. Я сказал, что эти слова же не к Навальному были обращены. Не только к Навальному, а к каждому из нас. А как вы думаете, вот он сейчас из этой ситуации, он уже отказался? Ну, от дуэли. То есть от дебатов на федеральном канале и Золотов уже отказался. Об этом сегодня писали информационные издания. Он может как-то достойно сейчас выйти из этой ситуации? Золотов? Как может недостойный человек выйти достойный из ситуации такого рода? Этот человек достоин презрения. Презрения? И я совершенно согласен с Навальным, что с ним должны разбираться органы по всей строгости закона. И нам, как гражданам России, доносить информацию, насколько Навальный прав. А если он не прав, насколько он не прав. Поэтому я уже говорил, что еще не назрела революционная ситуация, которую писал Ленин в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная совершенно тенденция. И правительство, и Путин живут в каких-то шорохах, по-моему, уже. И я с удовольствием повторю то, что я сказал еще на одном канале. Я был бы счастлив, чтобы это был последний срок Путина. Последний. А теперь, я считаю, я говорил о том, что у нас слабое правительство. Я не удивлен был, что опять премьер-министром стал Медведев. Ну, потому что, предполагаю, зачем это нужно Путину. Но правительство должно смениться. Оно вообще в полном составе должно уйти в отставку. Пусть не сейчас. Мы потерпим 4 года. Но лично я потерплю. А вот дальше придется делать выбор, присоединяться к оппозиции или не присоединяться. Я думаю, что таким образом мы с ним не я один в стране. Потому что, ну, уже невозможно на это смотреть. Невозможно смотреть на этих миллиардеров в погонах. Невозможно смотреть на этих, блин, футболистов, которые калечат людей. Это уже невозможно просто. Это кошмар какой-то. И ваши папа и мама, а я, наверное, ровесник ваших, папа и мама. Знаете, скажут, в 91-м году они не были, конечно, на баррикадах. Но мы не за это голосовали. И мы не этого хотели, чтобы так с нами произошло, так произошло с нашей страной. И мы катимся, и катимся, и катимся. И уже невозможно никому ничего доказать о том, как у нас все хорошо. И добила нас всех пенсионная реформа. Это ужас просто, да? Когда нам наш премьер-министр говорит, мы добавляем к пенсии 12 тысяч рублей. И потом говорит совершенно какую-то кощунственную, какую-то, блин, ужасную фразу. В год. Ну, это что? Мы увеличиваем на пенсионный возраст. Да люди по всей стране ждут этой пенсии, как манны небесные. Почему? Да потому что ее не украдут, ее платят. Ее не отнимут. А теперь погроб жизни, работы и так далее, и так далее. Ужас! Кошмар! Я понимаю, почему. Потому что деваться некуда. Будут кричать санкции там. Это правда. Санкции. А Путину самому скучно уже с нами, скучно. Понимаете, мы скучны, у нас проблемы, у нас тут, значит, пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами, он уже марс смысленно завоевывает. Там, ну, как я, дальше жите, там, он говорит, потерпейте, затяните поясок. Он все затягивает, кто находится, кто на шее. Ждет, потому что он совершенно другого масштаба уже личный. Нам никогда из этого на рабство не вылезти. Потому что, слушайте, при царе был царь, при коммунистах был генсек тот же царь. Ну, немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя. Понимаете? То есть это нормально. Не снимайте, не шейте мне дело. Мне еще в Москву возвращаться. Вот. Давай опустай. Вот. Опустай. Ну, правда, не снимайте, пожалуйста. Яна и нам рассказывают про Украину. Все время нам рассказывают про Украину. У меня он вот так это достал. Я же не в Украине живу. Что вы мне царям про нее рассказываете? Вы про нас расскажите. Как будто у нас... Так вообще, если у нас все наладилось, понимаете? И осталось столько вот украинцам помочь. Я просто представляю, вот если бы наш Путин хоть раз бы вышел на дебаты, он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел на дебаты, хотя бы сам против себя. Знаете, вот мы ему дверь трибуну поставили. Вот он вышел с левой трибуны и сказал, я считаю так. Перебежал на правой трибуне, возразил. Перебежал на левой, а я все-таки думаю так. Перебежал на правой, и между ними в костюме Мао Цзэду на Соловьев стоит. Кто одному Путин улыбнется, кто другого похвалит, понимаете? Вот это было бы шоу. Ну, к сожалению, значит, вы понимаете? То есть у него такой опыт, он знает уже, как дороги проложить, и что, когда пенсионерам уже надо выходить на пенсию, он все соображает. Он даже знает, где журавлям яйца надо было отложить. Понимаете, сами журавли не знали. Он не поленился. Оделся, как журавль. Сел на какой-то драндулет, который еще и неизвестно взлетит или нет. Лично полетел, журавля говорят, журавли говорят, наш альфа-самец летит, понедельится. И он говорит, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь перемал Дятлова, вот здесь вот стратегические ракеты, вот тут отложим. И они отложили, поверили. Первый случай, когда журавли отложили, там, где человек сказал, Можешь себе представить, чтобы Ангела Меркель показывала в шкуре бобрам где-то деревья точить. Вот представьте себе, в бобровой шкуре Ангела Меркель в лесу. Ах, 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 ах. И чтобы это ЦДС, немецкий телеканал, показывал на весь мир. Ангела Меркель сегодня в шкуре бобра точила деревья. А наш все это делает, все это делает, заображает. Эти всезападные лидеры, детский сад по своему слову, детский сад. Трамп, боже мой, Трамп, мы слышали в разговоре с Зеленским, Телефонным. Знали, что разговор записывают, обсуждают, как его, значит, мочканут своего политического оппонента. Ну, что касается политики, я раньше больше показывали политического юмора, сейчас у нас есть цензура, не все можно, не все можно говорить с телевизионного экрана, но я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Ну, когда она у нас была простая, вот. Конечно, Владимир Владимирович, он молодец, уже 20 лет, слушайте, сколько, 19, 20, почти 20 лет, да, он уже у власти. Это он уже Брежнева обогнал. В принципе, конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там, вот. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые наивные люди меняются каждые 4 года, понимаете? Кроме Ангела Меркель, про нее просто немцы забыли, и она так и сидит. А так же они меняются, а он соображает лучше всех, понимаете? Понимаете, он такой опыт у человека уже. У нас уже родилось целое поколение людей, родилось, отучилось, и уже они сами родили уже. И все это было бы не Путине, они даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это не должность, что это самодолжность, так называется, Путин. И на Путине может быть только Путин, понимаете? Ну и правильно, у нас вообще в принципе всегда народ тянулся к царю, понимаете, всегда. И эти оппозиционеры его не устраивают, это оппозиция. Ну, Навальный вообще не устраивает, какой он оппозиционер все время сидит. На него и не видно. А вот эти, почему он разнообразил тусовку Собчак? Потому что Собчак, ну, нужна уже была какая-то свежая кандидатура. И она всем понравилась, понятно, что не проголосует. Они, конечно, немножко лажанулись с Грудининым, понимаете, Грудинин, конечно, это просчет. Потому что вдруг народ его полюбил, а что вдруг вы сами не могли понять, что ему полюбит? Усы, как у Сталина, колхоз, как у Сталина, они, как у Сталина, люди живут, как при Сталине, понимаете? Ну, вот, и все, воо, пойдем за Курдинин, ну, то, что как власти, поняли, что за него люди пойдут, тут же его начали мочить, начали мочить во всех средствах массовой информации, что он такой секой, что у него швейцарских банков счета, что он богатеет в действительности, все от вас скрывает, особенно депутаты возмущались. Ну, у него счета, они расстроились, думали, что такое у них, а у них, а у них. Ну, и все, короче говоря, поэтому и Собчак появилась. А потому что вот те три оппозиционера, которые всю жизнь являются официальной оппозицией власти, вот эти три человека, они уже, понимаете, они еле идут уже. Они уже забыли, зачем они их идут. Вы вдумайтесь, они же как зомби уже, они же Путину от Ельцина достались. Не представляете? Все трое оппонировали еще Ельцину. Борис Николаевич, Царство Небесное, в гроб, сходя, благословил, говорит, «О, ты, Петрой, бери!» Жириновский вообще как граф Дракула, понимаете? Его раз в пять лет будет, он из гроба встает, «Свеление плохое!» Видит нас, кричит. и вот на кого эта слюна ядовитая попала через 6 процентов и идут за него голосовать а если кого-то укусят по дороге то эти еще подтянутся вот смотрите выборы закончились где жириновский его вообще не видно это он уже в склепе солью пересыпанный лежит ждет следующий побудки у царя нашего у него там педаль золотая что он нажмет на бак склепе особенно эта программа время покажет у меня на первом канале артем шейгин понимаете у него он собирает этих эксперт экспертов поляка поляка из польши до скажем так из больше один один из германии отец трастотерпец сидят такие вне сети и он периодически но что скажет эксперт из польши нам чего он скажет нам мы в польше считаем что я сейчас знаешь когда это конечно песня песня вот но это у нас такие с точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова потому что на все что-то нам не дают времени обмазковать нам разжевывает так это враги это вот это вы сюда это туда сюда туда понятно что данную супу мы сами как эксперты из польши такие сидим боимся что сейчас нам дадут коленом в челюсть но в принципе я хочу сказать пока что хотя бы на концертах можно говорить что хочешь я поэтому не прошу эти звания вот это все мы думали что я считаю что мы цивилизованные страной цивилизованной страной должны стать и несмотря на послужной список если он конечно есть на заслуги если они конечно есть нельзя баллотироваться туда или не туда сколько захочешь раз нельзя этого делать какой бы ты не был человек ты человек подвержены соблазном искушение и какой бы хороший ты не был со временем ты обрастаешь связями кумовством дружничеством что претит правильному руководству и полету мыслей фантазии нельзя этого делать есть написанное у нас это кажется было до написанный срок сколько раз ты можешь ходить во власть друзья 55 кв почти столько же сколько и мне только он в шоколаде а я почему-то но над нами владимир владимирович смотрит как мы там плывем мы не тонем владимир владимирович ведь мы весело очень же оригинале было мы не тонем наш повелитель и вот в последний момент когда я уже его читал я решил от этого отказаться не могу сказать что это вызвало у всех восторг масляков кашлял молчал почему коржа кашли спокойный белый стоял не дышал со словами ты все прочитал наш карамзин а путин я позже не буду рассказывать меня по пригласили сразу сразу пригласили вот я не думаю что такая большая сильная власть должна всего бояться мне кажется что если ты большой и сильный не бойся если за тобой правда если нет тогда да тогда надо стежки подрезать понимаете все таки когда ты работаешь президентом то какой-то степень ответственности за страну должна быть ведь очевидно что в истории этот человек останется как человек надолго поссоривший русские украинские народы давайте уж честно скажем что конечно при ельцине коррупция была проблемой это была серьезная проблема и мы с ней кстати боролись частности мы боролись с олигархами а путин с ними дружил вот а при путине коррупции перестала быть проблема осталась система в авторитарной стране зачищенной политической поляной с отсутствием выборов с отсутствием независимого телевидения и так далее никаких хромых уток не быть не может не ну очевидно совершенно что будет сидеть причем есть аргументы абсолютно внятные значит главный аргумент это личная свобода за что он беспокоится свою личную свободу беспокоиться за состояние своих друзей свое собственное состояние боится есть тюрьму боится ответить за беслан боится ответить за нордост боится ответить за курск боится ответить за войну с украиной а вот и за всякие криминальные аферы типа изъятия активов из газпрома передача права экспорта нефти тимченко сказочное обогащение друзей из кооператива озера все стали миллиардерами вдруг когда он стал президентом поэтому будет цепляться за власть до бесконечности совершенно для меня очевидно человек создал себе некий мир насыщенный огромным количеством врагов шпионов и так далее да и в этом мире есть вот такой рыцарь без страха и упрека который со всеми этими негодиями борется это мир параноика я я абсолютно убежден что для того чтобы россия перестала воевать для того чтобы россия выбралась из этого кошмара экономического с путина надо прощаться у меня нет никаких иллюзий и для меня абсолютные слова синонимы путин кризис война но то что мы сейчас готовим это как раз важнейшее движение по освобождению россии от путина мы должны освободить россию от путина потому что если мы это не сделаем то у нас страна будет изгоем у нас страна будет в нищете у нас кризис будет лица годами но только не надо иллюзий очевидно совершенно что при том уровне поддержки которые сейчас есть у гражданина путина до оболваненные люди до 15 лет в общем довольно безбедной жизни и так далее и тому подобное вот это все не растает в одночасье но мы двигаться должны в этом направлении вы знаете он нанял контору одну путин частную будет смеяться он своему кгб уже не верит чтобы они нашли хоть одну платежку пользу оппозиции вот ищут они ищут ищут деньги уже истратили уже ко мне приходили откуда-то узнал приходили говорит слушай боль мы тебе миллион заплатим долларов дай мне хоть одну платежку из госдепа я говорю на миллион в принципе большие деньги стоит подумать у меня нет таких платежей да мы тоже знаем что нет надо бы найти нормально работать человек параноик есть много народу миллионы которые поддерживают путина могу объяснить почему жить стал лучше но противней путь один из самых богатых людей для страны если человек коррумпирован сам то как он может бороться коррупции эти рыба гниет с головой совет поэтому если вы хотите победить россии коррупцию на победить путина вот южной кореи сажают президента бывших ничего не происходит в китае сажают больших начальников тоже ничего не происходит а у нас навального сажают украл кировский лес твою мать а также почту ограбил еще украл мою родную партию союз правых сил которую умерла в 2008 году главный преступник страны то что на олимпиаде 30 миллиардов долларов его дружки там похитили это его не интересует то что они сами говорят что у них триллион воруют из бюджета триллион рублей можете себе представить че это сказать что путин совершает одну гигантскую ошибку он почему-то полагает что на лжи обмане и цинизме можно построить страну и править это полная чушь это полная чушь вот прятим как вот на дерьме нельзя построить дом чтобы он устойчиво стоял также на жестокости цинизме обмани и лжи нельзя построить государство никогда у нее ничего не получится неправильно сталин неправильно сталин правил 29 лет сталин да я про Ручёв правил до 64-го года, с 53-го, извини, 11 лет. Брежнев правил 18 лет. Путин хочет править до смерти. У нас как раз проблема в стране, что они все цепляются и вечно хотят править. Один Ельцин и Горбачёв ушли. Кстати, помните, как Ельцин ушёл? Ельцин не любили, говорили, что он пьяница там, плохой, хороший, не знаю какой, да? Я Ельцин очень хорошо знаю. Но когда он сказал, извините меня, простите, очень многие люди, у нас же люди отходчивые, сердобольные, сказали, да, действительно крутой, взял и сам ушёл. А этот, вы видите, физиономия, который бы сказал, извините, я пошёл. Да он пока страну не уничтожит, он никуда не денется. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли. Чем ниже доверие, тем выше репрессия. Понимаете, да, вот человек прошлые две каденции мог абсолютно не делать ставку на репрессии. Потому что его рейтинг был 70%. Ну, были недовольные, но как бы всё равно большинство было за. Сейчас очевидно, что большинство становится меньшинством. И он, вот, после инаугурации, сейчас вот будет годовщина, как была инаугурация, он после инаугурации сделал окончательную ставку на репрессии, на полицейские дубинки, на ОМОН, на фальсификации, на всё на это, на все эти гнусности. Сделал он эту ставку рационально. Доверие к нему падает. Верит он только кадыровским полкам и ОМОНу. А русскому народу он уже не верит.